На телеканале Кубань24 продолжается тема дня. Спасибо, что вы с нами. Общероссийский народный фронт предложил правительству включить в нацпроекты борьбу с алкоголизмом. Таким образом можно существенно увеличить продолжительность жизни россиян, считает ВНФ. Организация направила правительству предложения по поводу национальных проектов, которые разрабатываются по новому майскому указу Владимира Путина. И в ОНФ считают необходимым снизить потребление россиянами алкоголя и табака. Модератор тематической площадки ОНФ о здравоохранении депутат Госдумы Николай Говорин пояснил, что борьба с алкоголизмом поможет в значительной степени снизить смертность населения от внешних факторов. К сожалению, демографический кризис снова становится для России опасной реальностью. Президент России и лидер ОНФ Владимир Путин в марте в своем послании Федеральному собранию отметил, что в ближайшие годы тенденция к сокращению населения в трудоспособном возрасте сохранится, что может стать серьезным ограничением для экономического роста. В связи с этим в своем новом майском указе в демографической сфере Путин призвал в предстоящее десятилетие обеспечить устойчивый, естественный рост численности населения России. Для этого необходимо повысить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет к 2024 году и до 80 лет к 2030 году, а также довести число ведущих здоровый образ жизни граждан до 55%. Центральное место среди предложенных ОНФ мер по борьбе с зависимостью занимает создание в молодежной среде положительной мотивации к трезвому и здоровому образу жизни, отказу от табакан и его суррогатов, ответственному отношению к здоровью, его сохранению и укреплению. О борьбе с зависимостью и их профилактике в этой теме дня. А в студии у нас Ирина Владимировна Иванова, замглавного врача краевого наркологического диспансера. Ирина Владимировна, здравствуйте, спасибо огромное, что пришли к нам. Как вы относитесь, если вдруг, возможно, в России создадут национальный проект по борьбе с алкоголизмом? Нужен такой? Если все это будет направлено именно на то, что хотят получить наши депутаты, ну почему бы нет? Хотя во всех регионах, и в нашем крае в частности, уже давно проводится эта политика, политика здорового образа жизни. Ну, много можно об этом рассказывать, начиная от тех детских площадок, которые делаются сейчас во дворах, до того, что правительство, администрация Краснодарского края выделяет деньги на реабилитацию как потребителей алкоголя, так и наркозависимых лиц. Это большой шаг вперед, когда люди, которые не в состоянии платить в частных реабилитационных центрах как программу реабилитации, могут это сделать через Министерство труда и социального развития. И через программу антинарка, как мы ее привыкли называть, или государственную программу по профилактике потребления наркотических веществ, выделяются деньги для этих людей, для того, чтобы они завершили тот процесс лечения, реабилитации, избавились окончательно от потребления психоактивных веществ каких-то. В последний год-два довольно часто в СМИ появляются новости с заголовком о том, что россияне стали меньше пить. Якобы там и социологи, и Минздрав. Действительно так? Потому что одни эксперты говорят, да, действительно, сейчас здоровый образ жизни становится все более популярным, другие говорят, неправильно считаем. Нет, к счастью, да, здоровый образ жизни становится все более популярным, и я думаю, вы это сами видите среди своих друзей. И друзей, ну, может быть, у вас дети еще маленькие, а вот у меня уже взрослый ребенок, и я вижу это среди его друзей, 26-30-летних ребят. Что говорить об официальной статистике, да, цифры у нас снижаются. И на сегодняшний день, если говорить в сумме о потребителе вообще психоактивных веществ, алкоголя, наркотических, токсических веществ, то официально их зарегистрировано чуть меньше 40 тысяч на Кубань. Снижение значительное за последние годы. Если говорить об алкоголизации населения, конечно, среди вот этих 40 тысяч основная масса, 70-75% ежегодно это потребители алкоголя. Но что приятно, что как бы важно для нашего региона, у нас постоянно снижается число лиц, впервые перенесших алкогольный психоз. То есть это то, что называется в народе допился до чертика. До белочки. До белочки, да. То есть это заболевание, которое невозможно лечить на дому у каких-то частных специалистов. То есть они все зафиксированы, получается? Они все зафиксированы. Они должны лечиться и лечатся только в стационарных, или психиатрических, или наркологических. Но обязательно в стационарных условиях, иначе последствия необратимы. А методы, кстати, лечения меняются, усовершенствуются? Появляется таблетка, которую выпил и больше не тянет к алкоголю? Таблетки, знаете, нет похудения, нет алкоголизма, нет. Но тем не менее, конечно, наркология, как и вся наша медицина, не стоит на месте. Вот в лечении алкоголизма, особенно у ребят, молодых людей, вот правильно сказали, что трудоспособное население в основном поражено этим недугом. Это болезнь. Это не просто вредная привычка, это болезнь. У нас уже длительное время, на протяжении 7-8 последних лет, применяется метод лечения пролонгированными препаратами. То есть этот препарат, он принимается раз в месяц, человек приезжает, входит в эту программу лечения в течение 6 месяцев, ежемесячно он бывает на приеме у своего врача, он беседует с психологом, психолог видит какие-то отклонения положительные, отрицательные, отсюда какая-то проводится психокоррекционная, психологическая работа с пациентом. И очень хорошие результаты ремиссии, то есть воздержание от употребления алкоголя. Вы знаете, сегодня при подготовке к эфирам у нас в дирекции бурная такая дискуссия возникла по поводу вообще понятия алкоголизма, заболевания алкоголизма. И начали читать и данные ВОЗ, и мнения различных экспертов, что ВОЗ говорит 100 граммов вина в день, это нормально, это не алкоголизм. Другие эксперты говорят другое мнение. Есть какое-то четкое понимание, когда человек действительно уже алкоголик, или когда это просто правильное употребление крепких напитков? Знаете, считается, что человек злоупотребляющий отличается от больного алкоголизмом тем, что он еще может контролировать свою дозу. Ну, доза у каждого своя, вы понимаете. Один может выпить бокал вина, для него это много, другой по бутылке водки, для него это чуть-чуть. Как бы организмы разные, переносимость у всех разная. Опять же, говорить о каких-то генетических особенностях надо обязательно. Но, тем не менее, если человек приходит с работы и каждый день снимает стресс спиртным, если ожидание вечера пятницы, то есть вечера перед выходными, становится каким-то праздником, если срывается эта возможность выпить спиртное, вот знает, что завтра на работу не надо, что как бы дома можно поспать и срывается возможность употребить спиртное, то есть появляется какая-то агрессивность, раздражительность. Но тут уже это первые звоночки, того, что человек уже на грани. Он может не стать алкоголиком, но тем не менее, он в группе риска. Давайте, я понимаю, что это, конечно, тема, о которой можно говорить очень долго. У нас 15 минут эфирного времени. Совсем недавно на остановке, я живу в юбилейном микрорайоне, увидел надпись, номер телефона и перечень наркотиков, которые, наверное, можно приобрести по этому номеру. К сожалению, это встречается у нас на улицах, во дворах. Ну, вы понимаете, что наркобизнес не стоит на месте, им надо сбывать, надо искать новых потребителей. И существуют у нас волонтеры, которые выявляют эти афиши, заклеивают их, сообщают в управление по незаконному обороту наркотиков об этом, то есть и силовые структуры к этому подключены, и ребята-добровольцы. Ну, последние несколько лет меняется наркотик, да, много синтетики, так называемой, меняется ли? Наркотики меняются постоянно. Постоянно. Постоянно, да. Наркобизнес не стоит на месте, потому что, ну, знаете, раньше считалось, что сын доярки не может купить наркотик, да, они были дорогими. Что сейчас это вот с появлением синтетики, дизайнерских наркотиков, так называемых, они все синтетические, снижается цена и увеличивается доступность этих веществ. Тем более, как вы сами видите, вот в юбилейном, в центре города бывают такие афиши, трафаретами прямо написаны. Значит ли это, что в диспансере больше стало пациентов? Пациентов, вы понимаете, пациентов как бы каждый год практически одно и то же количество, но меняется структура наркотика. У нас снижаются внутривенные опиоидные наркоманы, но увеличивается количество людей, которые переходят на синтетические наркотики. Легкие и тяжелые наркотики сказать сложно. Вот бытует такое мнение у молодежи, у потребителей, что есть легкие и есть тяжелые наркотики. Так же, как и алкоголь, слабоалкогольные напитки или крепкие напитки. И алкоголь и наркотики это психоактивные вещества. И в любом случае, через месяц, через год, но может быть у кого-то после первого употребления, как это бывает на синтетике, возникает зависимость, но она возникает в любом случае. И чем дольше стаж употребления, тем грязнее эти синтетические наркотики, потому что примесей везде у всех много, тем сложнее все это потом привести в норму и поставить чеканоногин. В данном случае профилактика это только работа с молодыми людьми? Это не допустить, чтобы попробовали первый раз? Профилактика это все. Это любой возраст. Можно профилактикой начинать заниматься с детского сада, можно профилактикой начинать заниматься с женской консультацией, с будущих мам, которые начнут буквально через несколько месяцев воспитывать наше новое поколение. Профилактикой сейчас мы занимаемся, и не только среди, вот как обычно привычно думают, да, среди образовательных учреждений, среди школьников, студентов, мы уже 3-4 год мы работаем в трудовых коллективах, в техногенно опасных производствах, где употребление, я не говорю уже о наркотиках, даже алкоголя может вызвать непоправимые последствия на работе. То есть вот профилактическое направление работы Минздрава Краснодарского края это основное направление работы по всем направлениям. И мы сейчас активно занимаемся с первичным звеном здравоохранения, с нашими коллегами, участковыми терапевтами, участковыми педиатрами, теми, кто работает в поликлиниках, потому что они первые видят наших пациентов, они первые могут заподозрить злоупотребление спиртными напитками. Не зря говорят, такое существует определение, как алкоголь ассоциированная патология. То есть если человек 40-45 лет приходит с гастритом, с обострением язвенной болезни, с панкреатитом, это надо нацелиться, надо выяснить историю его болезни, историю его жизни, с чем это связано. Ну зачастую это картина одного. Ну где-то в 35-40% случаев это обязательно какая-то связь есть с алкоголизациями. То же самое сейчас много законодательно уделяется внимание вопросу управления автотранспортом в пьяном виде. Потому что когда человек пьяный, он не контролирует себя, как говорится, пьяному море по колено. Поэтому садясь за руль, это не только опасность для него жизни, но и для многих окружающих. Если он, извините, въехал в столб, поломался автомобиль, это одно, а если он сбил по дороге человека... Здесь, как вы думаете, только ужесточая наказание, и вот эти вот плакаты, которые висят вдоль дорог, выбирай там или бокал, или ключ от машины, они... Ну может кто-то задумается над этим все-таки и выберет правильно, правильно, сделает выбор, на кого что влияет. Кому-то достаточно этого плаката на дороге, он задумается, а кто-то только, наверное, совершив что-то, может быть, что-то осознает. Все-таки давайте вернемся еще к разговору о наркотиках и о подростках. Мы перед эфиром записали разговор с Тимиром Хагуровым, это первый проректор Кубанского государственного университета, доктор социологических наук, профессор. Социологи недавно провели исследование о наркотической зависимости среди молодежи. У этого профессора мы спросили о тенденциях, которые социологи отметили, и причинах этих тенденций, и вот что он нам ответил. Наши ученые, ученые Кубанского государственного университета проводили исследование распространения разных форм потребления психоактивных веществ в молодежной среде. 20-25% молодежи имеют опыт разового, периодического, ну а какая-то меньшая часть более-менее регулярного потребления психоактивных веществ. При этом молодежь достаточно редко популяризована, то есть фактически мы имеем дело с таким социальным разрывом. Существуют группы молодежи, те, кто ориентированы на здоровый образ жизни, получение образования, самореализацию. Они отрицают употребление наркотиков, они относятся к этому негативно, они об этом говорят и реализуют действия. И существует молодежь, ну в первую очередь относящаяся к социально неблагополучным группам, те, для кого практика потребления разных психоактивных веществ, в том числе и наркотических, ну является достаточно обыденной. Ну недавно еще появилась инициатива предоставлять учителям рекомендации, как выявлять наркоманов среди школьников. И то профессором мы спросили, нужно ли это учителям и будут ли они выявлять. Идея очень неоднозначная. С одной стороны, ну кажется, что как звено первичной профилактики, учителя и должны, и могли бы выявлять разного рода странности, неблагополучия в поведении ребенка и об этих странностях и неблагополучиях сигнализировать. И в этом смысле, ну какой-то ликбез психологических знаний, знаний об особенностях поведения, психики потребителей наркотиков, по крайней мере, стойких потребителей, конечно, наверное, учителям нет. Но здесь что нужно заметить, что вот эти проблемы с поведением, внешним видом и так далее, они начинаются уже у таких устойчивых потребителей. Ну и еще один вопрос, который бы задали эксперту, это о том, какая профилактика нужна среди подростков. Начинать, наверное, нужно с детства, причем с раннего детства, поскольку, к сожалению, сегодня мы часто неосознанно воспитываем в совершенно нормальных семьях, в семьях, где нет практики потребления наркотиков или алкоголя, мы воспитываем детей с психологией наркоманов. И речь идет о вот флотальном увлечении мультфильмами маленьких детей. Мультик для ребенка, особенно если ребенок имеет возможность самостоятельно включать и смотреть мультик, это психоэмоциональная стимуляция. Ограничение для, начиная с раннего детского возраста, в информационном, в получении информации, в пищевом поведении, потому что здесь и вопрос со сладостями и вкусняшками, тоже специалисты подтвердят. Он может иметь свое значение. Воспитание, ну вот такой нормальной сдержанности и аскетизма, опять же, начиная с детского возраста, вот, наверное, вот это генеральные линии профилактики. Ирина Владимировна, вот алкоголизация населения, раз, потом вы сами сказали, что да, наркобизнес не стоит на месте, каждый день появляются новые наркотики. Вот, когда вы боретесь и с тем, и с другим, остается время на борьбу с табакокурением? Или это уже такое, получается, наименьшее зло, на которое сейчас, ну, не обращают внимания? Ну, может быть, оно и наименьшее, но с него все начинается. Первая сигарета, да, это как бы, может быть, в 10 даже лет сейчас появится ребенок, который курит, лет 5-6 назад возраст первой сигареты был 13-14 лет. Ну, с чего все это начинается? Поиск идет. Поиск какого-то вещества, который улучшит состояние, нормализует жизнь, снимет проблемы, у школьников тоже немало сейчас проблем. Начинаются сигареты, а потом идет дальше, может быть, пиво к сигарете прибавится, какой-то крепкий алкоголь, а там уже и потянет на что-то более серьезное, я имею в виду наркотические вещества. Поэтому, конечно, вот, ну, если говорить о педагогах, им надо настрой иметь, настороженность какую-то. Педагогам или родителям? Но, но, все начинается с семьи, я не договорила. И поэтому вот я постоянно говорю о том, что родителям надо запомнить одно ПДД. Это не правило дорожного движения, это пример доверия друзья. Надо быть примером для своего ребенка, как это не, ну, может быть, некоторые будут усмехаться по этому поводу. Все равно, пример должен быть в семье, а не где-то на улице или в соседнем дворе. Доверие, надо доверять свои проблемы ребенку, и ребенок будет доверяться вам. А когда будет доверие, вы будете знать, с кем он дружит. Кто его друзья, кто его круг общения, что это за семьи, в которых растут его друзья. И, может быть, многие проблемы тогда решатся сами по себе. Получается, семья, немного родители, государственные программы, краевые программы. Ну, собственно, все вместе, и национальный проект, о чем мы с вами говорили. Вот национальный проект, он и будет таким. Спасибо, спасибо огромное. Ирина Владимировна Иванова, зам главного врача краевого наркологического диспансера, была у нас в студии. Спасибо большое, что пришли. Мы продолжаем эфир. Оставайтесь на канале Кубань-24.